Только по Киеву и по Харькову были удары. Но вот по тем данным, которые я успел на утро посмотреть, разрушений и пострадавших в украинской столице не было. Возможно, мы какие-то подробности узнаем от Михаила Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь подробности по ночным ударам? Есть только понимание, что это было. Это была баллистика из Кандер-М, 4 штуки, сбито 2, 2 не нашли цели. Но это предварительная информация. Разрушений действительно в столице, по крайней мере, нет. Использовалось большое количество шахедов. Что касается Харькова, опять же, баллистика. Баллистика из Белгородской области. И, соответственно, опять же, в Харькове удар, к сожалению, по жилому кварталу, по плотной застройке. И, соответственно, пока данных пострадавших, еще нет данных. Есть ли данные, есть ли, можно ли сказать об этом, я не знаю, участвовали ли в отражении этой атаки F-16? Вы знаете, вот F-16 действительно уже есть. Но, в принципе, на мой взгляд, говорить о конкретном месте, где они применяются, о местах дислокации, о авионике, которая в этих самолетах применяется, и, соответственно, какие задачи боевые они будут выполнять, ну, наверное, преждевременно. То есть, когда будут какие-то существенные успехи и воздушные силы Украины будут об этом публично говорить, тогда сможем это комментировать. Пока, я думаю, вряд ли стоит. На самом деле, основное отражение, к сожалению, пока система закрытого неба не построена, основное отражение, основную нагрузку берут на себя системы. Если мы говорим о баллистике, берут на себя определенные только системы. К сожалению, их в достаточном количестве нет. Это патриоты и санты, итальянско-французские и американские. Они эффективно отражают, практически в полном объеме, если они полностью укомплектованы противоракетами. Это, кстати, еще один проблемный дефицит, но он решается тоже. А сколько до конца этого года планируется получить F-16? Вы рассчитываете получить F-16? Ну, предварительно то, что известно, то, что уже подписано, там порядка 70 самолетов. Сколько из них в рамках логистики будет поставлено Украину, не буду говорить это однозначно. Ну, то есть вообще о количестве, то, которое будет фактически находиться на территории Украины, говорить не будем. 70, это, ну, примерное число, это 70, это то, что гарантировано. Но, в принципе, президент об этом неоднократно говорил. 120-130, это математический анализ, который позволяет говорить о паритетности на линии фронта. F-16 решает две задачи, как истребитель-штурмовик, ну, как истребитель-перехватчик. Он решает задачу перехвата в том числе ракеты, баллистики в том числе, ну, и управляемых авиационных бомб. На самом деле большая проблема по линии фронта, если, например, год назад основным инструментом подавления, ну, ресурсно это было намного более объемно у России, это была артиллерия, то сейчас, безусловно, это только управляемые авиационные бомбы. Они более точные, они имеют больший радиус поражения, большая дистанция, на которой они могут работать, чем артиллерия. Ну, и, соответственно, опять же, тактической авиацией России по линии фронта находится более 250 единиц, и, конечно, это все нужно уничтожать. Накануне пришли сообщения из МАЛИ о том, что эта страна разрывает с Украиной дипломатические отношения после того, как прозвучали заявления со стороны разведки Украины о том, что там якобы было взаимодействие с теми самыми повстанцами, с Туарегами, которые, значит, разгромили отряд Вагнера там некоторое время назад. Какова реакция Киева на вот эти сообщения? Давайте здесь правильно акценты расставим. Смотрите, во-первых, есть реакция официального министерства иностранных дел, что решение переходного правительства МАЛИ преждевременно, ибо надо было бы разобраться в ситуации, потому что, второе, непосредственно Украина не принимает участие, понятное дело, ни в каких переворотах, ни в каких боевых действиях на территории других стран. Единственное, что делает главное управление разведки наше, об этом мы всегда говорим, оно отслеживает перемещение представителей, так называемого, частной военной компании Вагна, независимо от того, где они находятся. Мы знаем, что они активно работают и в Судане, и в Южном Судане, и, соответственно, в МАЛИ, и в Нигерии, и в Центральной Африканской Республике. Естественно, за перемещением этих людей наше главное управление разведки проводит определенную работу. Почему? Потому что многие из тех людей, которые находятся сегодня в Центральной Африке, они принимали участие непосредственно в боевых действиях и являются людьми, которым выдвинуты соответствующие подозрения в рамках уголовных дел в Украине. И, конечно, главное управление разведки старается их найти, уточнить места их дислокации и, в том числе, по возможности уничтожать. Это не имеет никакого отношения, тут еще раз буду говорить, к событиям, которые имеют там этническую или национальную, или государственную принадлежность, имеется в виду противостояние переходного правительства МАЛИ и повстанцев, которые там в этой стране находятся. Но можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что Украина каким-то образом передавала эти сведения, что она отслеживает какой-либо из сторон? Еще раз, Украина официально, и об этом официальный комментарий как раз-таки, наверное, неправильная интерпретация была заявлением представителей главного управления разведкой. Украина официально отслеживает только перемещение людей, имеющих отношение к войне в Украине, имеется в виду вагнеровцев, которые находятся в разных странах, соответственно, устанавливает их, если есть возможность, физически задерживает, если нет возможности, то физически ликвидирует. То есть это, соответственно, имеет отношение только к войне в Украине, независимо еще раз от мест дислокаций, где эти люди находятся. Все, что касается внутренних конфликтов, внутренних разбирательств между теми или иными частями одного народа или одной страны и так далее, Украина к этому отношения точно не имеет. Ну, то есть мы неправильно поняли слова Андрея Юсова, представителя ГУР Украины, когда он сказал, что повстанцы получили от украинской стороны необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступлений. Там находятся представители главного управления разведки, еще раз подчеркиваю, которые занимаются отслеживанием вагнеровцев внимательно. И если необходимо этих вагнеровцев задержать, уничтожить, и если тут нужна кооперация с кем бы то ни было, Украина будет идти на эту кооперацию. Но это, еще раз, не имеет никакого отношения к внутренним процессам, политическим, повстанческим процессам, которые имеют отношение к самой Мали. Еще раз, если нам необходимо кого-то задействовать в рамках уничтожения тех или иных сотрудников ЧВК «Вагнер», это будет делаться. Если это имеет отношение к внутренним разбирательствам, внутренним конфликтам и так далее, Украина в это не вмешивается. То есть, я прошу прощения, просто я пытаюсь понять. То есть, была, условно говоря, охота за вагнеровцами, ну, просто я грубо называю, охота за вагнеровцами, и, возможно, использовалась какая-то из сторон, но это не было в рамках их внутреннего противостояния. Безусловно. Вот абсолютно правильное понимание. Еще раз, отслеживание, перемещение, потому что, еще раз, многие представители Вагнера, которые сейчас находятся на американском континенте, в целом ряде стран, они так или иначе принимали участие в боевых действиях, в том числе, кстати, в легендарных боях за Бахмут, и, соответственно, наша военная разведка отслеживает места их нахождения, ну, и дальше уже принимает те или иные решения по их будущему, по их будущей судьбе. И, конечно же, если для того, чтобы локализовать их место или осуществить какую-то операцию внутреннюю, можно обращаться к местным органам, к местным группам, политическим группам, соответственно, решать задачу именно по отношению к вагнеровцам. Все, что касается внутренних конфликтов в любой стране в африканском континенте, Украина точно в это не вмешивается и, соответственно, не имеет в этом никаких интересов. Опять же, в отличие от тех же вагнеровцев, которые абсолютно точно принимают участие в переворотах, абсолютно точно принимают участие в попытках установить контроль над сырьевыми ресурсами, то есть над полезными ископаемыми в этих регионах, ну, и, соответственно, обеспечивают там выработку этих ископаемых и так далее и тому подобное. Интерес Украины на африканском континенте очень строгий, абсолютно не касается национальных конфликтов, национальных противоречий в разных странах, а касается только нахождения и места установления тех или иных вагнеровцев, которые находятся в этих странах. Ну, подождите, вот представим себе аналогичную ситуацию. Если она аналогичная, если нет, вы объясните мне разницу, пожалуйста. Есть в Украине воюют там РДК, Легион Свободы России и так далее. Вот, условно говоря, те, кто охотятся только за ними, не обращая внимания на то, что происходит с Украиной и так далее. Вот конкретно за ними что-то там, допустим, они были в нацистских или каких-нибудь, или наоборот, там, левых каких-нибудь объединений, неважно в каких, и им за это мстят, получается, да? То есть, это не будет, ну, вот эти действия, если их кто-то уничтожит, какие-то партизаны, диверсанты или не знаю кто, вот эти действия не будут носить антиукраинский характер. Украина не будет воспринимать это как антиукраинское действие, верно? Если это будет происходить на территории Украины, мы же говорим о территории Украины, так они воюют на территории Украины с российскими регулярными частями. Граждане России, которые входят в РДК, в Легион и так далее, в Сибирский батальон, они воюют уже, и риски на территории Украины безусловно присутствуют, но это полноценная война, с той стороны воюет российская регулярная армия. И, соответственно, конечно же, риски для людей, которые являются гражданами России и воюют на стороне Украины, присутствуют. Тут очень важно, вот вы хороший вопрос задаете, многие этого не понимают. Смотрите, в чем разница? Юридически это выглядит следующим образом. Россия, начавшая неспровоцированную войну, в рамках международного права считается страной-агрессором, и все ее действия юридически являются абсолютно преступными. То есть, любой удар, убийство на территорию Украины, кого бы то ни было, уже по умолчанию, можно квалифицировать как совершение преднамеренного военного преступления или преступления против человечества, ну, если убит там гражданское лицо. Все, что касается действий Украины в рамках этой войны, она ведет в рамках международного права оборонную войну и уничтожение любого оккупанта на территории Украины или где бы то ни было, если доказано его присутствие в этой войне, а он, например, уехал там убивать кого-то в Африку, оно является корректным с юридической точки зрения. То есть, здесь очень принципиальная юридическая разница. Но, опять же, возвращаясь к тому, что вы говорите, смотрите, вагнеровцы принимали участие в войне, принимали участие в войне в Донецкой или в Запорожской области, вырезали людей, гражданское население. После этого часть их была уничтожена, часть их поехала дальше выполнять другие задачи, например, в Малии, в Южный Судан, где они там находятся, Центральная Африканская Республика и так далее. И, соответственно, для нас они являются преступниками, совершившие определенные умышленные действия в отношении граждан Украины на территории Украины. Соответственно, главная военная разведка наша, она, в принципе, занимается чем? Отслеживает в рамках уголовного дела, на них заведены уголовные дела, отслеживает, где они находятся и ликвидирует их. Это понятно. Все, что касается действий, например, РДК на территории Украины, то это в рамках оборонной войны. И еще раз, риски, конечно же, есть, ну, там, они могут быть тоже убитые, раненые и так далее, и тому подобное, но это в рамках юридической процедуры под названием оборонная война. Это принципиально разные действия. Там наемничество с предумышленным совершением военного преступления здесь соучастия в обороне территории, суверенной территории другой страны в рамках международного права. Хотел вашего комментария еще по довольно давним, можно-то уже по нынешним меркам истории, про публикацию New York Times. Просто стали известны, ну, не то, что стали известны подробности, сообщаются подробности, являются ли они реальными, вымышленными, мнимыми, непонятно совершенно. Может быть, вы проясните. Речь идет о том, что, значит, там как развивались события. New York Times написала, что Белоусов, это министр обороны России, звонил в Вашингтон по выделенной линии и говорил им, там, по нашим данным, Украина планирует что-то, что-то, какое-то воздействие. Пожалуйста, повоздействуйте на них, чтобы они этого не делали. Вот. А иначе, значит, обещаем мощнейшую эскалацию какую-то. И якобы из Вашингтона звонили в Киев и просили, что бы там ни задумывалось, этого не делать. И вот накануне стали в средствах массовой информации появляться подробности, что это была якобы возможная атака на Путина и Белоусова как раз на дне ВМФ вот в конце июля в Питере. Как вы можете все это прокомментировать? Как дичайшую конспирологию, как поиск в этой войне каких-то интересностей, которые к реальности имеют очень далекое отношение. Давайте здесь правильно зафиксируем следующие вещи. Украина точно заинтересована в нанесении дальних ударов по инфраструктуре войны. Ну, например, по авиабазам, стратегической авиации, чтобы уничтожить те же Ту-95, С-160 и так далее и тому подобное. Украина заинтересована в разрушении нефтяной логистики в России в максимальном причинении ущерба, потому что теневой танкерный флот работает, основной доход Россия получает, в том числе кэшевый с этого направления и так далее. Такие демонстративные атаки вряд ли имеют смысл и вряд ли в принципе было бы целесообразно что-то подобное делать. То есть это не привело бы ни к чему существенному и так далее и тому подобное. Ну и наконец важные аспекты психологические. Насколько уничижительно выглядит подобное обращение некого Белоусова к Остину Лойду. То есть соответственно обращение типа защитите нас иначе мы вам гарантируем эскалацию. Вот здесь очень важно. А эскалация что имеется в виду? Ну у нас и так применение всего конвенционального оружия которое есть в России. Вот мы сегодня с вами начинали разговор с ударов баллистическими ракетами по центру Киева. Баллистика еще раз по центру Киева. И соответственно что имеет в виду этот субъект под названием эскалация? Ну то есть жутчайшая эскалация применения тактики ядерной. Ну это же игра с двухсторонним движением. Я надеюсь что мир демократический мир понимает куда он придет если можно спокойно смотреть за тем как какие-то субъекты применяют например неконвенциональное оружие оружие массового поражения в большом количестве. И соответственно все это еще раз имеет скорее отношение вот как раз таки к такой конспирологии. Я скажу почему я негативно отношусь к таким публикациям потому что на самом деле такого типа публикации на мой взгляд крайне интересны для российской пропаганды сегодня. Еще раз внимательно для российской пропаганды потому что они создают вот это ощущение что надо немедленно все останавливать неважно на каких условиях. То есть вот такие публикации как бы подсознательно хотят сформировать у человека мнение коллективное бессознательное сформировать. Смотрите настолько все хрупко настолько все чрезвычайно опасно жутчайшие эскалации могут быть давайте останавливать независимо от условий на которых эта остановка произойдет. Ну, например, давайте просто заморозим конфликт, и, соответственно, Россия останется там, где она, Украина останется там, где она, Россия будет продолжать Украину постепенно уничтожать, то есть будет атаковать ракетами в меньшей интенсивности, Украина будет иметь какое-то количество противоракет, пытаться все это сбивать и так далее, но зато конфликт не будет переходить там дальше, не будет разрастаться. Ну, по крайней мере, вот такое примитивное, инфантильное мышление может сработать. Вот я вижу только в этом пользу подобных публикаций, потому что ничего в этом серьезного, продуманного точно нет. У нас другие военные задачи, я бы не хотел их, конечно, там детально рассказывать. Я думаю, что планирование войны, оно сопряжено с совершенно другими решениями, которые нужно принимать. Еще раз, если коротко, это убрать доминирование тактики российской, ну, и тактической авиации по линии фронта, тогда ситуация там будет кардинальным образом меняться. Артиллерия сегодня не играет существенной роли, играет роль только радиоакционные средства, дроны и авиация. Второе, уничтожение дальней инфраструктуры, резкое наращивание масштабов и количества ударов в глубину России, для того, чтобы вот эту инфраструктуру не считать. Прежде всего, авиационную инфраструктуру, понятно. Ну, и третье, это, безусловно, максимальное, ну, на торговое, тотальное торговое эмбарго мы не выйдем, к сожалению, против России, но, тем не менее, максимальное ужесточение экономических санкций, которые на сегодняшний день часто не работают в полном объеме. Вот и все. Вы сказали, я чисто уточню, у меня сегодня много таких, извините, может быть, я не сразу просто... Все нормально. Вы просто сказали о том, что видите бессмысленность в таких акциях, которая была описана российской стороной и упомянутой в New York Times. Я вдруг подумал, а что, если бы Украины была возможность убить Путина, она бы этого не сделала сейчас? Не готов говорить об убить, не убить Путина, да. Я просто не вижу пока технологий, которые позволяют это сделать. На мой взгляд, решение этой войны немножко в другом, совершенно в другом. То есть, на мой взгляд, Путин, безусловно, должен быть одним из ключевых сначала свидетелей, а потом обвиняемых в рамках уголовных дел, ну, то есть в рамках специальных трибуналов. Иначе в России трансформация невозможна. То есть, для того, чтобы в России был запущен проект трансформации, все выглядеть должно несколько масштабнее, чем просто исчезновение Путина. Это должно выглядеть как тактические поражения в войне, чтобы окончательно обнулить репутацию военно-промышленного комплекса России и, соответственно, армии России. После этого, безусловно, если эти... Вот это очень важный параметр, кстати, что когда авторитарные или тоталитарные государства начинают войну, я просто сейчас к оппозиции российской перейду, мне там безразлично, что они говорят. В принципе, имеют право дебатировать все, что угодно, но очень важный параметр, который, на мой взгляд, они исторически не совсем понимают, хотя многие из них историки по образованию. Вот любой авторитарный и тоталитарный режим может, как бы затевая войну, потому что для него война – это способ удерживания контроля над внутренним пространством. Внешний враг всегда нужен. И иногда режим не может не затеять ту или иную войну. И вот если в этой войне режим не проигрывает, ну, например, Россия останется на оккупированных территориях, это приведет только к усилению режима как такового, консервации больше и так далее. То есть тогда все либеральные, нелиберальные, любые другие оппозиционные движения российские, они не имеют ни малейшего шанса как-то повлиять на внутренний каркас, на внутренний политический образ жизни. А если в войне будет тактическое поражение, существенное тактическое поражение, то есть резкая деморализация наступает в стране, и тогда начинаются трансформационные процессы, то тогда, конечно же, в оппозиции появляется шанс. Для меня загадка, почему это мало кто дебатирует именно в этом направлении, а дебатирует надо или не надо, поддерживать или не поддерживать ВСУ. Очень странная дебата. Вот поэтому для меня, например, Путин, Путин должен быть обязательным элементом обязательного судебного большого процесса, иначе не будет запущен механизм покаяния. То есть вот когда вы диктатора садите на скамью подсудимых, и когда вы можете увидеть со стороны, что происходило с вашей страной, то тогда, наверное, можно будет пройти через тот этап, который, к сожалению, в полном объеме не был пройден в России после распада СССР. То есть практика, которую сейчас демонстрирует Израиль, вот там в Тегеране только что мы видели, вам кажется в этом смысле неприменимой для Украины? Вот очень, опять же, важный момент. Смотрите, все, что делает Израиль, я считаю абсолютно правильным, потому что они защищают свою территорию от действий террористических организаций. Израиль не уничтожает легальный глав легальных государств. Он уничтожает все, что касается террористической организации под названием Хамас. Ну или там Хезбалла, допустим, если там будет обострение, будут уничтожать, я так понимаю, и лидеров Хезбаллы в том числе. Они сейчас уничтожают министра экономики условно, главу политбюро, Хани и так далее. Все это является нелегитимными политическими лидерами террористического движения. Это абсолютно правильная стратегия. Но при этом Израиль крайне корректен. Да, он может иметь, мягко говоря, негативное отношение, мы понимаем, к тем же представителям Ирана официальным. Но, тем не менее, его поведение в этом плане крайне корректно. То есть Израиль не наносит удары, давайте объективно, по, соответственно, руководству той или иной страны. Даже если эта страна, как Иран, абсолютно точно заряжена безумным антиизраильскими настроениями и готова развязать большую войну на Ближнем Востоке. Вы сказали, что они нелегитимные лидеры, но мы сравнивали с Путиным. Вы считаете Путина легитимным лидером? Очень хороший вопрос. Смотрите, к сожалению, вопрос не во мне. Я не считаю легитимным любого лидера, который не проходит через электоральную процедуру конкурентной политики. Для меня Путин не является президентом в классическом понимании слова президент, потому что он не выигрывал выборы. Выборов как процедуры в России не было. Но, безусловно, конкурентной политики нет. Ну и всех остальных необходимых для электорального полноценного цикла вещей тоже не было. Де-факто, и, к сожалению, опять же, это не моя проблема, де-факто Путина воспринимает как легитимного лидера страны, который контролирует большую территорию вооруженной силы, ВВП и так далее, и тому подобное, Российской Федерации. И его таковым воспринимает в рамках международных институтов и в рамках международных отношений. К сожалению, это фундаментальная ошибка. Это мы просто говорим, что я бы шел бы по пути непризнания его легитимности, обнуления тогда легитимности всех назначаемых их должностных лиц, ну, начиная от премьер-министра и, соответственно, до министра. И, соответственно, на основании этого регламентная приостановка их членства и в международных институтах, и, соответственно, невозможность их исполнять свои обязанности, значит, они не могут там на официальном уровне коммуницировать ни с кем и так далее. К сожалению, этого не происходит. Это моя была бы идея такая, что нужно идти по этому пути. Но мы же живем с вами, я уже неоднократно говорил, не в иллюзорном мире, да, не в мире фантазии. Мы живем в реальном мире. Вот, к сожалению, в реальном мире многие страны продолжают, подавляющее большинство стран, продолжают считать Путина, скажем так, легитимным, я не знаю, назвать его президентом, вряд ли можно, легитимным хозяином Российской Федерации. Соответственно, хозяином, который имеет право и дальше уже назначать министров, премьер-министров, вести коммуникации от имени страны, подписывать договора от имени страны и так далее и тому подобное. Поэтому, если мы переходим теперь к Израилю, к израильской концепции, к сожалению, к нему, к Путину не применим статус Хани, главы политбюро, террористической организации. Кстати, звучит фантастически, политбюро террористической организации. Михаил, последний вопрос, ну или последняя тема, которую я хотел затронуть. Тут произошел большой обмен слэш-высылка заключенных, и я хотел спросить, была ли проинформирована Украина об этом, и была ли в курсе, и, так сказать, принимала ли какое-либо участие? Участие не принимало, проинформировано, безусловно, на уровне специальных служб. Была, понятно, потому что там принимало участие много специальных служб разных стран, в том числе тех стран, которые имеют крайне партнерские отношения с Украиной. Мы были в курсе, но Украина непосредственно в этом обмене не принимала участия. Моя отношения к нему с гуманитарной точки зрения крайне позитивная. Я считаю, что любого человека, который находится в тюрьме в Российской Федерации, в авторитарной стране, по политическим мотивам, если ты в тюрьму попадаешь, это ужасающие условия, потому что убийца, серийный убийца, будет находиться в гораздо более привилегированном положении в тюрьме российской по отношению к любому политическому или диссидентствующему осужденному. И с гуманитарной точки зрения очень хорошо, что их освободили. С политической точки зрения освобождение очень странно, потому что оно символично показывает ориентацию России. Вот даже встреча Путина в аэропорту, я медведя, он там обнимал того же Красикова, четко показывает, что, пожалуйста, все киллеры, все шпионы, все диверсанты совершайте все, что нужно в полном объеме России и будет вас доставать. Более того, вы будете героями, будете получать возможности и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, второе, что для Украины крайне опасно освобождение такого типа. Говорит нам, что на Западе могут появиться разговоры о том, что, смотрите, ну Путин же договороспособный, с ним можно разговаривать, с ним можно подписывать какие-то договора и так далее и тому подобное. Что касается самих политзаключенных, если коротко, на мой взгляд, им нужно дать какое-то время, я имею в виду прежде всего, опять же, это того же Карамбурзы, я считаю, касается того же Яшина, наверное, надо дать какое-то время, чтобы они все-таки более глубоко погрузились в информационную составляющую, прошли через вот этот информационный шок, потому что у них все-таки представление и о войне, и о природе войны, и о том, что делает Россия, на мой взгляд, не в полном объеме на сегодняшний день есть. Вот когда они пройдут через этот момент накопления информации, обновят эту информацию и так далее, тогда, наверное, их суждения будут более четкими, более понятными и более струнными. Ну, Украина не в претензии, что она не была включена в этот процесс, а поскольку не была включена, соответственно, не могла влиять и получить своих, например, каких-то людей в ходе этого обмена. Ну, конечно, Украина не в претензии, понятно, мы не имели к этому отношения. Для Украины есть свои площадки, в том числе площадки, на которые принимают участие посредники, прежде всего, тот же Катар, тот же Объединенные Аравские Эмираты, тот же та же Саудовская Аравия, другие страны, Турция, в части вопросов Ватикан, в части вопросов, касающихся детей, у нас очень много переговорных площадок, на которых обсуждаются списки обменных, возможные списки обменных не только военнопленных, но и гражданских лиц Украины и России, имеется в виду в рамках обмена и так далее, поэтому мы сконцентрированы на этом. То есть для нас все понятно, все прозрачно, не все удается сделать, но понятно и прозрачно, и, соответственно, мы там никаких политических обменов проводить не хотим, получая ту или иную политическую выгоду. Но в данном случае Украина к этому отношения точно не имеет. Спасибо большое, Михаил. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был сегодня с нами. Спасибо.